Добрый день! Всем у наших любимых домашних питомцев. Появилась информация в СМИ, очень широко ее осветили, о том, что в ближайшее время в нашей стране может появиться платная регистрация домашних животных. Вы не ослышались? Платная. Платная именно регистрация. Есть у вас сейчас кошка, собака, придется сходить зарегистрировать, заплатить. Еще и денег будет платить. То же самое, если вы хотите приобрести, завести животное, тоже придется его регистрировать и платить. Разберемся в этом вопросе. А потом еще разбираться, живет ли ваше животное по месту регистрации. Интересно, кстати, да. Разберемся вместе со специалистами. И с вами, конечно, наши слушатели. 211-101, номер нашего телефона. Ну и наша первая тема накануне состоялся съезд Вятской торгово-промышленной палаты. Президентом палаты избран в очередной раз Николай Михайлович Липатников. И Николай Михайлович сегодня в нашей студии. Добрый день, Николай Михайлович. Добрый день. Президент ВТПП. Как ощущения? Ощущения нормальные. В очередной раз. Работа, да. Понимаете, вот уже упрекает иногда. Не много ли? Понимаете, в 93-м году, когда мы начинали с полного ноля, об этом никто не говорил. 93-й год – это год основания. Да. Год появления нашей Вятской торгово-промышленной палаты. Да, 93-й год, наоборот. Он поиграется, ничего не получится. Вы знаете, получилось, потому что мы вместе двигались вперед. Миссия палаты остается неизменной, как вот сказано в планах на последующие уже годы работы. Содействует развитию экономики нашего региона путем создания благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельности. Да, это все сказано. Это наша работа. В какой раз вы уже, получается, президентом стали? Шестой. Шестой раз, с 93-го года. Что действительно нет конкуренции на этой почве, на этой поляне. Да вы знаете, в том деле, в конце концов, решают те, с кем мы работаем. И я всегда в людях и в своих отношениях ценю доверие. Если человек работает, вот скажем, смотрите, Белгородская область, губернатор Савченко. Область развивается, человек знает людей, люди знают его, доверяют этому. Человек в Белгородской области развивается, а где-то постоянные перестановки идут. Понимаете? Есть проблемы. Чтобы узнать территорию, надо путь СОИ съесть. То же самое у нас. Вот когда мы начинали с 93-м году, и когда я сидел в маленьком кабинетке с мной три энтузиаста, без заработной платы, нам, поверьте, никто не завидовал. Никто не завидовал. И не понимал. И не понимал. Наверняка. Кстати, бандитский НС первый был, так сказать, на нас, торговая промышлопалата, вывеску. Это мы денег нашли на вывеску. Значит, тут же, торговая промышлопалата, чем же они торгуют? Оказывается, мы торгуем только интеллектом, мы торгуем тем, что помогаем развиваться, мы оказываем услуги, мы находим контакты, мы с вами соседние регионы. Вот как КОМИ для нас, например, стратегия КОМИ. Это сегодня начинаешь рассказывать, вроде все так и должно быть. Да нет. 30-40% предприятия своей продукции, пищевые, реализуют республики КОМИ. И представь себе, оборвать эту связь, значит, мощности используются не на полную силу. Легко сохранять эти контакты? Нет. Потому что сегодня республика КОМИ с потенциалом экономическим достаточно неплохим. И сегодня и туда желающих есть. Москвы, федеральные сети идут, Вологда. Да, они сами развивают свой агропромышленный комплекс. И сами развивают, совершенно верно. КОМИ? Да, в КОМИ, да. Да, да, да. А что, Зеленецкая птицефабрика? Она сейчас у нас продает кур. Совершенно верно. Да. У нас в Кирове есть магазин. В Кировском ассортименте. Поэтому у вас один пример, насколько системно, настойчиво нужно работать, чтобы сохранять свои позиции на межрегиональных рынках. Я только один пример. И это только одно из многих направлений работы торгово-промышленной палаты. Только одно. А давайте напомним в целом, что собой сейчас представляет торгово-промышленная палата, кто является ее участниками. Ну, более 600 предприятий. 615 регионов. Позвучало. В чем особенность? Вот нас иногда упрекают. А почему вы не стимулируете развитие? Мы никому не отказываем быть членом палаты. Что значит не стимулируете? Не способствует тому, чтобы новые предприятия создавались? Может, там 600 было, 800 планы ставили. Или 1600. Да, у нас, в отличие от многих палат, есть, так сказать, определенный механизм. Механизм приема в палату. Он не слишком формализован. Но в уставе торгово-промышленной палаты России написано, членом торгово-промышленной палаты может быть предприятие, чей руководитель. Руководитель, который добросовестно исполняет обязанности переделыми партнерами. Вы понимаете, если, допустим, у нас завод Маяк, там, Лепси, или предприятие, там, Демат, Демат, Демал, которые давно себя зарекомендовали хорошо, и кто-то вступает, который, извините, налоги не платит, обман на дело партнера, им будет сказано, стоп, остановитесь, вам пока здесь не место. Но те, которые вместе объединились, вот они как раз берут на себя обязанность, смелость формировать политику по отношению к бизнесу в территории. Просто? Да нет, не очень. Это сегодня сложилось, когда правительство области понимает возможности палаты, когда прислушиваться к позиции мнения экспертов палаты при выработке, скажем, положения. Я вспомню один из законов февральных, это 159-й февральный закон, когда было дано право с подачи президента России Путина приватизировать те помещения, которые занимал бизнес. Закон о малой приватизации, так сказать. Закон о малой приватизации занимал. Вы понимаете, вот если человек, любой, возьмем просто бытовое время, ты берешь квартиру в аренду. Даже в этом случае ты обои поменяешь. Предприятие мало, в течение нескольких лет арендовало помещение. Большие затраты капитально вкладывать невозможно. Дали право выкупить, вложить эти затраты, почувствовать свое. И здесь остановка. В законе написали всего одну фразу депутаты Госдумы. Право имеют те, кто надлежащим образом исполняет обязательства арендатора. Что такое? 40 рублей забыл заплатить там в прошедшем году. Понимаете, и все остановилось в законе. Мы первыми по России подняли эту волну. Поддержку получили в правительственной области, у депутатов. Мы добились совместно с коллегами из других территорий добились изменения. Слушайте, такие примеры можно приводить сплошняком. Ну вот это право по первоочередной приватизации помещений, занимаемых предпринимателями. Этот вопрос очень остро состоял еще в нашем городе совсем недавно. В последнее время сигналов вроде не поступает. Тема снята напрочь. Вот таких примеров. И задача палаты. Главная задача. Не зарабатывать денег там для себя. Потому что все, что мы зарабатываем, оказывают услуги, это идет на уставную деятельность. И вчера в докладе визионной комиссии прозвучало. Да, объем взносов у нас расставляет 8% от потребностей на решение уставных задач. Остальное, да, мы зарабатываем. Но не по карманам расстаскиваем. Не покупаем розы и так дорогие машины. Нет и собственного у нас помещения, потому что на это дело тоже нет. Мы вкладываем в уставные эти задачи. Но наша одна из главных задач, вот создавать тот самый климат, чтобы понимали депутаты городской думы, областной думы, депутаты, правители, то, что надо внимательно относиться к потребностям бизнеса. Вот сегодня возьмите тему. Важную тему поднял губернатор, еще исполняющий обязанности, был Васильев. Посмотреть к лесу. Навести порядок. Черных лесорубов из леса убрать. Чтобы бюджет увеличился территорией за счет правильного расходования леса. Можно вести порядок. Необходимо вести порядок. И, конечно, когда отдавали, положим, по старым договорам аренды, по 28 рублей, 27 рублей, кубометр леса на корню, а тут же передавался он за 450-470, извините, ну так же ведь, наверное, нельзя. Кому-то было очень хорошо. А кому-то было хорошо. Разница-то великая. Стали наведить порядок. Но, к сожалению, все получилось так, как хотели. Минимальную планку нижнего подняли высоко. На каком этапе сейчас наведение порядка-то там в лесной отрасли у нас в регионе? Ну, сегодня, вот смотрите, они тоже прислушиваются. Сначала подняли планку при торгах 500 рублей. 500 рублей, да. 500 рублей. Сейчас снижают до 150-350 в зависимости. Ведь массивы-то лесные разные. Они абсолютно разные. Они же абсолютно разные, массивы. Какой-то из-за тысячи возьмут, какой-то из-за сто никто брать не будет. И когда Минфея Бабич здесь был, вот совещание проводило правительство. Болпред в ПФУ. Я там участвовал. Вы знаете, он очень четко обозначил то, что Николай говоришь. Разные массивы. То есть надо подходить. Потому что вся разница идет на развитие производства. И платится бюджет. Вот наша позиция здесь, те, кто платит добросовестные налоги. Развиваться должны идти преференции. Сейчас мы пытаемся оказать и бьемся за то, чтобы восстановить льготы по налогам на движимое имущество. Вы понимаете? Сегодня импортозамещение политика. Сегодня многие покупают современное оборудование, которое у нас нет. Которое позволит выпускать конкурентоспособ продукции. И тут же налог на это движимое имущество останавливается. Николай Михайлович, давайте мы поподробнее об этом поговорим. Потом вернемся к этому. Николай Липатников в нашей студии. Президент авиатской торгово-промышленной палаты. Вот сейчас затронули, начали, по крайней мере, такую тему. Налог на движимое имущество. Уже поднимали этот вопрос мы в нашей студии с экспертами. В том числе речь идет о том, чтобы предприятия платили налог, в том числе с того оборудования, которое они закупают за рубежом. То есть, если обновляешь производство, его совершенствуешь, тут почему-то надо еще и платить. И до сих пор, Николай Михайлович, в подвешенном воздухе, в подвешенном состоянии. Вы понимаете, особенность. Вот федеральный центр сделал попытку, вроде лояльный подход, передать право решения этот вопрос на регионы. Что получается? Богатый регион, конечно же, этот регион оставит. А бедному деваться некуда. У бедной обязанности перед Минфином России никаких преференций не давать. Получается богатый-богаче, бедный-беднее. Может быть, переток капитала. Причем, замечу, мы категорически противники, чтобы эта льгота передавалась на такое движимое мышце, как Мерседесы, Ройс-Ройсы и так далее. Это исключено. То есть, все, что связано с комфортом жизни, исключено. Но если малое, среднее предприятие купило суперсовменно оборудование для производства конкурентоспособной продукции. Вот как у нас мебель великолепная. А насколько это характерно вообще для предприятий нашего региона? Вот это обновление, вложение денег в закупку нового оборудования. Вы знаете, взять пищевую оборудованию, мебельную оборудованию. Ту же лесную они же покупают постоянно. Лесную. То есть, довольно активно, да? Дорогая довольно техника. Это сегодня, вот я скажу, это предмет уже, знаете, даже, ну скажу, годности-не годности, но предмет позитивной оценки. Что сегодня многие предприятия, накопив денег, не яхты покупают, не виллы там на берегу, а не обновляют оборудование. Значит, правильно Сураев Василий Куприянович сказал, про существо это налог на прогресс. Руководитель Кировского молочного комбината. Это налог на прогресс. И сегодня, вы знаете, ведь эту же тему, на эту тему обратили внимание президента Ростова Путина. В Иванове, когда он совещание проводил с техсильщиками, и он дал поручение правительству. Ну, где-то, вот так сказать, видимо, правительство долго это обдумывает. Я думаю, что здесь будет все. Но вот наш принцип, наш подход, ничего не ждать, пока будет где-то там формируем позицию экспертного сообщества. А у нас коллеги советников, я думаю, уникальна в этом плане палата, коллеги советников, профессионалы. Мы формируем позицию весьма оперативно. Вот вас разбуди ночью и спроси по вашему вопросу. Гориков Николай точно ответит моментально. Ответит Николай? Безусловно. Так и тут эксперты в любой отрасли. Химия, строительство, да любая. А то, что этот процесс идет хорошо. Ну, это один из примеров. А у нас когда точка-то в этом вопросе, когда должна быть поставлена? То есть срок какой-то данный. То есть срок данный, срок уже должен быть поставленным. Николай Михайлович, вопрос стоит такой. Вы-то вот уже шесть сроков, да, президент торгово-промышленной палаты. Путину это и не снилось пока. А я не пропутал. В это время у нас в области, в отличие от Белгородской, губернаторы регулярно менялись. То есть вам всякий раз приходилось работать с новым человеком. У каждого человека. Как не верти, все вроде бы... Ну, понятно, что все приезжают с желанием поработать, но у всех понимание этого разное. А сейчас еще и новые люди в городе еще. Да, и в городе и везде. Вот сложно, наверное, вот эту перестройку всяких раз, каждые четыре года проводить. Понимаете, вот ссылаться на сложности, непростое время, это тоже не наш подход, не наш принцип. Конечно, непросто. То есть получаются новые люди, новые какие-то задачи ставят. Там был акцент на одно, сейчас акцент на другое. Совершенно верно. Но принцип первое. Я категорически возражаю, когда говорят о том, что мы, палата, независимая организация. Ничего в мире независимого нет. Вот выйдем на улицу, звоните, их забыли. Пожалуйста, мужа, в зависимости от погоды. Ничего нет. А вот позицию, аргументы формировать, это обязательно надо. Мы работаем. Мы никогда не старались быть в оппозиции. Это глупо. Понимаете, есть у нас такие. А почему бы нет? А перед вами закроют двери. И как же мы или я конкретно будем отставить позицию конкретных людей, конкретного бизнеса? Понимаете? Вот я скажу, может, секрет открою. Но мне только что позвонил Миронов Алексей Семенович, кироспецмонтаж. И предлагают в пятницу поехать на завершение комплекса «Солнечного берега». Ну, если ничего не случится. И просит, чтобы я пригласил Ковалева Елену Васильевну. Я обязательно попытаюсь это сделать. А напрямую Еленю Васильевне позвонить? Он что, не может? Да. Ну, так хочет. И я обязательно попытаюсь это сделать. Потому что, вы понимаете, мы с ним, как-то он меня пригласил на «Солнечный берег». До того, как туда приехал Путин. Скажу сразу. Был всего второй дом закладывался. Второй дом. И он говорил, здесь, помните, Петр Первый, здесь город заложен, назло надменному соседу. От всех грозить мы будем шведу. Да. Вот вышли мы на этот берег. Второй дом закладывался, не дно. И говорит, а вот здесь будет набережная. Жильцы некоторые жалуются. Вот он нам вид закроет. Послушайте, я вот недавно вышел на эту незаконченную еще набережную. Да, она незакончена. Сегодня она завершена. Она, послушайте, чудесный вид на чудесную реку. Светники, спуски, дорожки пешеходные. Послушайте, да раньше не ради этого мы вместе живем и трудимся. Поэтому вот еще одно направление. И то, что Палатова в свое время стимулирование создания ассоциаций строителей. Сегодня это Союз строителей, СРО. И меня называют крестным отцом. В хорошем смысле слова. А там любой смысл слова. Ничего такой. Поэтому я скажу, мне не стыдно за то, что мы вместе это делаем. Вот еще один пример. А так вот эти законные, подзаконные акты. Первое. И это Российская Палата. Надо отдать должное имя экономического развития. Вот заключить соглашение. А так называемое оценка регулирующего воздействия. Нам дано право, возможность на стадии разработки документа свою дать оценку. Только не спать. У нас есть активисты. Вот как Зонов, наш советник Сыскожев Владимир Николаевич. Слушайте, моментальная реакция. Моментальная реакция. Сегодня очередной закон депутата Госдумы принят 214. И понюшли в действии поправки 218. Которые для того, чтобы не было обманутых дольщиков, запрещают строительство более одного дома, одному застойщику. Послушайте, меня учили в полтехническом институте, строительному делу. Мы изучали поточные метры строительства. Если этот закон вступит в силу, начнут бригады распустить. На каждый дом надо набирать новые бригады. Подождите, а люди как профессионалы куда? Разве можно соглашаться с таким? Строительная компания есть огромная. Совершенно правильно. С огромным все штатом и техникой. Разве можно так? Они на этой заточены, чтобы сразу строить большие объекты? Такое, как будто люди иногда отторваны далеко. Но на то и связь с регионом, с конкретными экспертами, чтобы мы вовремя выверяли свои позиции. Хорошо, раз уж об обманутых дольщиках заговорили. А вы какой подход тут видите? Самым оптимальным? Ну, в принципе, лесообразным. На мой взгляд, не надо обманываться. Все-таки информация у многих открыта. Не торопиться идти туда, где обещается дешево что-то продать. То есть, это совет сейчас, который вы даете тем, кто планирует приобрести жилье людям. Да, не торопиться идти. Бесплатный сыр. Да, ипотечные корпорации есть, профессионалы, риелторские компании. У нас в составе палаты немало риелторов. И ассоциация риелторов тоже у нас в составе палаты. Идите, профессионалы. Профессионалы. Они гордятся своим профессионализмом и гордятся этим профессиональным сообществом. Но не идите в темную, понимаете? Бесплатный сыр мышеловки. Просто надо думать. А сейчас эту обузу взял на себя практически государство. Оно взяло обузу за счет кого? За счет бюджета. А бюджет чей? Кем формируется? Нового платежащика. То есть, мы с вами его формируем. Значит, от одних будут сегодня компенсировать другим. Но помочь надо в данном конкретном области. Николай Михайлович, еще вопрос такой. Вы говорите, что экспертное сообщество формирует свою позицию. Обычно актуальное все. Но ведь это же позиция рекомендательная. Насколько прислушиваются к ней? Ну, здесь, вы знаете, мы используем все форматы. Вот когда Юрий Геннадьевич Исупов, старший вице-президент палаты, он вернулся, был членом соферации. Он с нашими экспертными заключениями ножками ходил по кабинетам Министерства и ведомств. Я сам контактировал с рядом депутатов, включая председателя комитета Госдумы. Ведь нельзя сказать, что уж совсем. Есть очень вменяемые люди, которые разделяют позицию эту экспертную. Мало того, кто нуждается в такой взвешенной экспертной позиции. Мы это используем. Будучи доверенным лицом президента России Путина, до сих пор, наверное, это кончается, так сказать, мои эти полномочия. Но я подписывался в доверное лицо. И писал и на Медведя Дмитрия Анатольевича. И вы знаете, вот пример я его привел. Еще он необходим. Вчера на съезде обратились наши кражевники и меховщики. Слушайте, в России закупали для силовых ведомств обувь страны НАТО, Турция. Подождите, а свои предприятия, значит, окажутся опущенными. Если мы здесь с вами во время войны практически на Вахуша произвели, я не помню сколько. Там на миллионы счет идет. Да, я хотел процентов сказать там. Ну, 60-50 процентов всех этих кирзовых сапог. Так слово кирза-то не забывайте. Кировский завод. Да, ребята, очнитесь. И здесь наши бросить. А эти же все предприятия модернизацию провели. Я подписался до Венесу Путина на Медведева. Рогозина подключили. Мы в Российской палате дважды встречались на площадке палаты с Союзом Кожевников-Ховщиков. Медведев отменил это решение. Запретили. Да, никто. Все говорят, да, это инициатива была Ветская торговая промышленность палата. Вот федеральный уровень такой. Я вот как-то больше к областному. Сейчас у нас и на дайсельное собрание, да, городская дума принимают нормативные акты. Они прислушиваются к репендации. А я скажу, вот, допустим, знаете, опять же у нас. Вот у нас комитет есть. Один из комитетов по делу обработки возглавляет Миша Скворцов. Михаил Тимофеевич Скворцов. Вы знаете, гендиректор предприятия «Алмир». Он депутат АЗС. На последней встрече предусмотрел и сказал, если позицию палаты не учтете, мы не пропустим это решение через законодательное собрание. Ну, жестковато, может, сказал. Ну, как есть. Ну, по сути-то, как есть сказал. Не надо, вот, мы не идем на эту конфронтацию. Мы взаимодействуем с тем же председателем АЗС Быковым, системно. Сейчас вот с Ковалевой мы тоже говорили, чтобы эта позиция выслушалась. Вы знаете, и помните, наверное, Николай точно помнит, что я был председателем Горсовета. Прекрасно помню. Если теперь это... И август 91-го, помнишь, значит, теперь это глава города называется. Послушайте. Чтобы не было этих дискуссий, мы единственные тогда в России, возможно, в Советском Союзе, создали штатную группу советников. Платили немного на полставке. И фамилии мы с вами помним. Там Качорец Иванович, Кононов Павел Иванович, который сегодня в апелляционном суде. Там и Сеченков Анатолий Федорович умер в сажении доктора наук. И мы депутатам давали экспертное заключение. Профессионалов и в дискуссии сводились на нет. Потому что перед ними лежало заключение профессионалов. Вот я хочу, чтобы заключение экспертов торгового промышлопалаты, впрочем, как и других объединений общественных, тоже принималось во внимание. Нельзя быть профессионалом во всех делах. Понимаете? И нельзя оказаться умнее самого себя. Кириллент Васильевна вроде как говорит, что надо рассчитывать именно. Но просто эксперты в руки помогают. У нее, она сказала, есть такое желание. Созвастники, экспертный пол. Я думаю, это очень правильно. Только знаете, что не надо делать бы. Вот то мы, значит, бегали за контрольными органами. Уговаривали. Сейчас, значит, вроде мы не прониклись в понимание взаимодействия к бизнесу. Есть такое открытое правительство Абызов или Абызов, не знаю. Требует отчета ежеквартально контрольных зонных органов бель бизнеса. И что в зале было 200 человек не менее. По сути, мы здесь все желание у бизнеса отобьем ходить по этому свидетелю. В каждое ведомство, а где каждый квартал проводят. Каждое ведомство, а их, наверное, более 20 по области у нас. И каждый квартал ходить. Отобьем желание. Разве дело в численности? Дело в смысле? Пусть будет 10 человек. Потенциально. Они проводят сейчас каждый квартал. Как бы открытое слушание по праву применительной практики. Должны присутствовать. Нельзя формализовать эти дела. Нельзя формализовать эти дела. Ни в коем случае. Есть формат у нас. Мы обсудили. Пусть пришло 15 человек. Но тут же это вошло на сайт палаты. Все вот в фейбук. Передают в фейсбуке. Журнал. Пожалуйста, пользуйтесь. Главное, чтобы информация открыта была. Да и было бы желание смотреть эту информацию. Вот когда задают, а чем палата занимается? Ребята, дорогие, возьмите, выйдите на сайт. Весесяяя. Собака. Весесяяя.ру Все. Вам все известно. Каждый день. Чем занимается торговая промышленность палата. Ну и, конечно, Николай Липатников в том числе. Николай Липатников в нашей студии. Избранный вечера в шестой уже раз. Президент Вятской торгово-промышленной палаты. У нас сейчас традиционная реклама. Мы вернемся очень скоро. Так, давайте к современности. Возвращаться из воспоминаний. Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты в нашей студии. Раз уж мы заговорили про налоги, давайте немножко еще в этой теме останемся. Буквально накануне мы говорили о проекте бюджета Кировской области. Да, у нас вчера были в гостях и Виктор Гаврилович Бакин, и Владимир Васильевич Быков, и наш министр финансов. Лариса Маковеева. Лариса Маковеева. Лариса Александровна. Как раз вот была поставлена очередная задача по наполнению бюджета. Потому что в связи с тем, что федеральное правительство сейчас пошло навстречу, реструктуризирует наши долги. Но есть определенные требования, в том числе по повышению собственных доходов. Собираемости налогов. И как основные, вот они поставили, какие задачи перед ними стоят. Это, конечно, вывод бизнеса из тени. Ну и второй вариант, видимо, я так понял, возвращение наших эмигрантов налоговых обратно на территорию области. Как палата в этом плане? Ваша позиция. Да, ваша позиция. Вы знаете, я повторюсь, но вот фразу, которую однажды я уже и здесь говорил, услышал, мой коллега в Америке произнес. Я ее на всю жизнь помню. Бизнес идет туда, капитал идет туда, куда ему нравится, а остается там, где с ним лучше обращается. Точка. Вот это надо всегда помнить. Понимаете? Когда уходят в тень, надо всегда думать, всегда надо начать причины. Почему? Если это негодяй, арестовать, расстрелять, наказать, посадить. Понимаете? Ну, помимо ответа. Уже новость я вижу прямо на сайте, эхо, так негодяев расстрелять. Да, понимаете? Липатников. Липатников. Да, понимаете? Это же, потому что действительно, это наше развитие, это наши семьи, это наши пенсионеры, это мы в Канаде сами. Но если государство не задумает, когда играет в эти игрушки, прошу прощения. Помните, значит, единый социальный налог? Увеличит до 34%. Сразу сказали эксперты, бизнес, нельзя, это погубит нас, это не сделать, нельзя. Все. А куда считать-то? Или сейчас, все, значит, кто-то уходит в тень, платить не могут. Решается вопрос. Вот сейчас очень важный вопрос, наши вопросы. Вы захотели, Путин об этом говорит, но там думает, говорит, но думает. По повышению рот? По повышению, так сказать, минимального размера платы. Вот сегодня, сделай сегодня, к примеру говоря, а потому что эти денег нет, где их взять? Понимаете? А сколько людей, которые сегодня работают на профессии такой несложной. Может быть, уборщица, может быть, так сказать, в гардеробе, в раздевалке. Мы же просто будем что-то с этими людьми делать. Обязательно надо думать. Но главное, о чем вы сказали, о чем вчера разговаривали, как увеличить объемы. Тоже, может быть, повторюсь. Собственных доходов. Собственных доходов. Тоже повторюсь. Давно я еще был относительно молодым в Финляндии, в муниципалитете Иматра. Города сказали, самое плохое, что может сделать наш чиновник, это не выслушать предпринимателей, кто пришел с предложением увеличить доходы. Создать рабочие места. Вы понимаете? Самое плохое. Но если у нас ходят здесь месяцами, по году, не могут отвезти земельный участок, там иногда 0,9 гектара, я уж не буду называть предприятия сейчас, потому что они у меня в памяти в голове все, кто приходит, там 0,9 гектара, прилезли, чтобы расширить производство и увеличить доходы. Понимаете? Я скажу, вот один пример, пожалуйста, скажу. Хладокомбинат ко мне пришел. Немножко, на полметра перенести забор в сторону красной линии. Понимаете? Это по хлебозаводскому или по Маклино? Нет, нет, сюда, сюда. Помаклино, сюда. А лучше перенести. Перенести. В этом случае, Николай Михайлович, мы на 30% увеличим мощность по производству мороженого. Значит, больше поступлений бежать. Не решал бы просто топором стоял. Я пригласил Киселева Василия Васильевича. Все мы его помним. Думаю, хорошо помним. А он был у нас в прошлый четверг. У нас мы с ним беседовали замечательно. Мы уехали на эту площадку, встали на эту улицу, посмотрели, сколько человек по этой стороне проходит за определенный промежуток времени. И когда он... Там только ларек с мороженым, вот к нему подходят с этой стороны. И то дальше уже. И то дальше уже, да. А так-то там не проходят. А так-то нет. Вот посмотри, сколько проходит человек. И когда он убедился, что если на полметно мы забот перенесем, то от этого не... Никто не пострадал. Да, по-моему, этого никто не заметит. Да никто не заметил. Но мощности-то увеличились, понимаете, он сказал, да, будет так. То есть они там сумели разместить новое оборудование? Так они просто расширяли. Там надо-то было, вот все у нас смешно говорить, полметра, чтобы вот перенести там немножко и вписывалось по проекту. Вот вам пример. И эти условно говоря, ну мелочи, они и сейчас существуют тоже? Конечно. Нет, я могу называть примеры. Просто, ну, я не хочу называть по определенным соображениям. В общем, они есть. Есть. И почему-то они вот годами решили. И вот нельзя. Да, надо проводить торги, чтобы прирезать пустующую часть земли там 0,7 гектара. Хорошо, проведите. Проведите торги. Потому что мы знаем примеры другие. Когда надо гостиницу Хилтон возвести. Кстати, очень мне нравится. С точки архитектуры она рисуется хорошо. И снизу. Нет, нет, я вот только меня учил без верхов в архитектуре. И снизу вы имеете ввиду с Октябрьского проспекта, снизу вверх смотрит. Да, да, да. Меня учили этому делу. Но все решается быстро. Давайте так быстро решать для реального бизнеса. И все получится. Давайте с бизнесом говорить не языком силы и давления административное, а языком понимания, что мы живем в одном городе. И у нас одни цели. Жила бы и страна родная. Так? Ну, если попроще, жил бы город. Поступим в бюджет. И это надо, чтобы всем в голову вошло. Иного выхода у нас нет. Как вы собираетесь руководству города и регионам да не доносить все мысли? 26 октября они уже будут в первом четверти не принимать бюджет. Тут у нас, я скажу, вот здесь уже практически я встречаюсь с Быковым постоянно. Вот. Не скажу, что сразу все. Вот потому что налоговое движимое имущество, я думаю, что импульс даст скорее президент, чем президент имени Царосии, чем, допустим, президент Бятской ТПП. Но все равно это сумма на взгляд. Ведь, посмотрите, конечно, я тоже вчера привел эти слова. Когда мы провели анализ через наше зарубежное представительство Российской палаты Невецкой, как работают с контрольными органами за рубежом в странах Европы, это наши конкуренты сегодня, жесткие конкуренты. И, оказывается, там все нацелено на профилактику, а у нас на штрафы. И президент России Путин Владимир Владимирович, когда в декабре 15-го, 14-го года, прошу прощения, Совет Федерации в своем послании обозначил просутищную нашу позицию, мне позвонил один, так сказать, наш предприниматель и говорит, Николай Хайлович, простите, не вы писали Путину вот эту текст. Текст выступления из Путина, да. Ну, юмор юмора, но дело-то же сдвинулось, понимаете? Вот так мы и доносим. Я очень надеюсь. И Ковалева Елена Васильевна вот вчера выступала у нас, мы с ней общались, у нас вообще всегда были с ней конструктивные отношения. Я очень надеюсь, что мы выстроим вот этот системный диалог. Что она при себе создает? Совет, группу консультантов, ради бога, мы вместе. Ну, она как бы говорила про экспертный совет, про некий. Экспертный совет, который могут войти представителям совершенно разных сфер деятельности. Потому что она так же понимает, что невозможно быть... Только не надо все время опираться на одних начальников. Надо просто брать, может, заместитель, главный экономист. Вот мы, допустим, у нас опять вернули зона, Владимир Николаевич. Он не директор. Нет, он замдиректор, по-моему, или советник, или даже директор. Нет, нет, он это... Он, может, директор по экономике и финансам. Замдиректор. Замдиректор, да. Послушайте, нас это устраивает. Спокойный, взвешенный, грамотный профессионал. Все. Наша опора. И таких, могу назвать, немало. Есть документ на сайте Вятско-Торгово-Промышленной Палаты, vcci.ru. Приоритетное направление деятельности Союза Вятско-Торгово-Промышленная Палата на 2018-2022 годы. Это тот вот программный документ, который вы вчера принимали, да? Мы понимаем. Вот 22-й год на дворе. Не 17-й, а 22-й, Николай Михайлович. Что вы видите спустя? Ну, вы знаете, первое... Я сейчас нарисую тебе картину будущего. Вот первое, дорогие друзья, очень всегда ситуация опасна, рисовать картины будущего. Правда? Ну, надо же знать, куда мы двигаемся. К 80-му году, помните, должны были коммунизм построить. Должны были. К 2005-му, по-моему, каждому по квартире. Да, да, да. Вот тут немножко напряженно. Получилось у нас 22-й год. Ну, во-первых, конечно, мне хочется верить. Я общаюсь на уровне, значит, федеральных структур. Хожу в состав совета директоров центра международной торговли. И там, так сказать, очень серьезные люди представлены. Скажем, Шафранник, это прошлый министр нефтегазовой промышленности, Байсин, прошлый министр строительства. Они сегодня занимают важные посты. Мы все очень надеемся на стабилизацию в международном, так сказать, экономическом плане. Потому что невозможно, видите, и сегодня уже по... Это первооснова? Первая, первоочередная задача, на ваш взгляд? Ну, я считаю, что это... Мировая определенность. Конечно, да, чтобы тоже было понятно. Потому что сколько нам работать в условиях санкций. Ничего, санкции подтолкнули тех, кто хочет работать. Мы это видим с вами. Подтолкнули работать. Одна беда только у нас. Когда, значит, что-то у нас стимулирует ипотеку, у нас тут же повышает цену на жилье. Ну, это вот истинно русская такая, менталитет. Вот это задача. Даже не задача. Я просто ожидаю, что здесь наступит стабилизация. Все равно мы живем в мире, когда интеграция международная имеет очень большое значение. Много обрушилось. Много обрушилось. Вот сейчас мы, конечно, догоняем. На Украине остались заводы, которые с нами не работают. Я думаю, поумнеют его на Украине. Такие потери, которые сегодня они несут. Транзит сейчас в Украину не идет. Это невыгодно. Думаю, что здесь. А здесь вот что бы я хотел? Чтобы у нас очень серьезно мы научились производственной кооперации. Я вчера говорил. Задают вопрос. Задают вопрос. Импорт оборудования много. Сегодня нам дорого. Запчасти дорогие. Мы что, не можем делать? Можем. Но, к сожалению, менталитет наших крупных заводов такой, что себестоимость очень велика. Это отдельная тема разговора. Не будем. Но есть такие. Вот я вчера привел. Вятская металлургическая компания. Сам выходец завода Лепсия. Создали со своим братом предприятие. Сегодня их уже 80 человек. И работают, слушайте, уже считайте, японские технологии. Заказ, разработка документации. Все очень быстро. И заказы получают от солидных компаний. И делают быстро. И почти штучные даже элементы. Понимаете? Все. То есть это пока что мы умеем работать. Я скажу, что можно удобно. Мебельщик. Вот опять не знаю. Удобно, неудобно называть здесь предприятие. Доразовайте, пожалуйста. Ну, ответка найди в ИРУ. Допустим, предприятие. Гордость наша. Человек, не скрывая, говорит. Михалыч, я ведь плотник по натуре. У него нет лишь образования. Но есть высокий ум. Управленческий талант. Умение работать с людьми. У него супер современное оборудование. И он говорит с неким сожалением, что я сегодня большинство заказов выполняю на Москву. Он участвует в солиднейших выставках по Москве. Он работает с зарубежными партнерами. Потому что, к сожалению, у нас пока мы фурнитуры мебельные делать не научились в России. Понимаете? К сожалению, надо учиться этому делу. Надо учиться как раз в этом случае кооперации. Это очень было интересно. И ставку на малый бизнес делать. Но то, что они делают сегодня, это предмет гордости Кировской области. Или, пожалуйста, это сам фармакс предприятие. Вот это Зорка Зоренко. Помните? Это Васильева актриса. Я был на нашей выставке старшее поколение. Смотрю, у них гамма расширилась. Кроме Зорки и Зореньки. Они же ветпрепараты для животных делают. Смотрю, у них, слушайте, целая гамма шампуни. Жидкое мыло. Я говорю, а когда? А мы сделали. А сделали, потому что работали. Или возьмите Чепецкие предприятия. С наукой работают великолепно. Вот сейчас высказались в памяти. Орбита, да? Работают. С наукой работают. У себя у них в штате кандидаты наук. Послушайте, это продукция, которая не уступает ничем, так сказать, аналогам. Ну, французский духов мы не делаем пока. Да, и не надо. Да, уж извините, это сама сыра французского. Все, Ксения Собчак переживает, что сыра французского не кушает. А вот посмотрите, сейчас выбрал из памяти, не скажу. В СУНЕ, по-моему, у нас есть предприниматель. Она занимается деревенским туризмом, сельским туризмом. Слушайте, делают сыр здесь. Вот доеду, обязательно посмотрю. Так что у нас вообще простор для действий. Я очень хочу, чтобы мы создали вместе с органами власти, региональные, правительством, законодательным, городской, такой механизм взаимодействия, чтобы этот потенциал, а потенциал у нас немалый, использовался на полную катушку. Николай Михайлович Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Долгой и успешной деятельности вам, вашим коллегам мы желаем, безусловно. И заранее не поздравляются, но, Николай Михайлович, с приближающимся юбилеем вас. Вот это да. Не будем спешить. Дайте мне пожить пока в моем возрасте. Спасибо большое. На этом завершается первый час программы «Дневной разворот». Встретимся через 20 минут уже с новой темой.